Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы продолжаем наши беседы на библейском портале экзегет по книге «Откровение на Богослово». И сегодня мы будем читать 17-ю главу этой книги. Здесь рассказывается о суде над всемирным Вавилоном. В прошлый раз мы говорили о том, что под образом Вавилона или Египта в пророческих текстах говорится о неком государстве, гегемонии, который превозносится. Это государство, этот мир над всеми остальными мирами, политическими структурами, общественными структурами, религиозными структурами. То есть страна, которая подавляет своим псевдоавторитетом с помощью военной и политической силы, экономических каких-то механизмов управления, всех остальных. И мы читаем «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». Вот это очень интересный такой образ. Мы видим блудницу, а блудница – это неверная жена. Это некая такая богоборческая империя. Противопоставляется жене. Жена – это облеченная в солнце. Мы читали это и образ Девы Марии, и церкви. А блудницы, сидящие на водах многих, водные пути обеспечивали могущество многих держав. Римской державы, британской державы водные пути обеспечивали могущество Соединенные Штаты Америки. И почти все крупные державы древности, включая Египет, они только благодаря водным путям сообщения могли поддерживать свое величие и свое могущество. И наша Российская империя стала империей, только пробившись к Балтике. А до этого мы были замкнуты в такое пространство, что не было выхода к морю. И пришел один из семи ангелов. Число семь, как мы уже установили, говорит о неком множестве. Говоря со мною, то есть он собеседует с Иоанном Богословом, «Пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей». То есть, что значит над великой блудницей? То есть были подобные блудливые сообщества, неверные церкви, всякие ереси, секты, расколы в прошлом. А здесь речь идет о великой блуднице, какой-то объединенной лже-религиозной и в то же время военно-политической системе, которой она доминирует над всем миром, сидящей на водах многих. «С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». Вино блудодеяний – это ложные учения, ложная идеология, это и ложные таинства могут иметься в виду, и вся эта неправда. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере, багряном». Мы видим, что эта блудница великая, она сидит на звере, багряном. Почему говорится об Антихристе как о звере багряном? Потому что к тому времени истинная церковь была практически уничтожена. Она находилась в глубочайшем подполе, это церковь в пустыне, о которой мы читали в других текстах книги «Откровение Анна Богослова». И это неверная жена, блудница, сидящая на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. То есть это противоположность таинствам церкви. И десять рогов, как я вам объяснял, это бодания против заповедей божьих, которых мы знаем. Здесь десять заповедей, которые регулируют взаимоотношения между человеком и Богом, человеком и человеком. И будет сделано все, чтобы опрокинуть эти принципы. «И жена обличена была в порфиру и багреницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей». То есть она выглядела, как царица, как царствующая религиозная идеология царства Антихриста. «И чаша, потир в руке ее». Но чем все это наполнено? «И держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее». Прежде всего имеется в виду блудодеяние духовное. Вот мы, православные христиане, должны оберегать девство нашего исповедания, целомудрие нашей веры. Как мы приняли от наших дедов, отцов эту веру, мы должны неповрежденно передавать ее последующим поколениям. Целомудрие веры – это очень важно, потому что если мы саморастлимся по отношению к вере отцов, то мы будем иметь только имя православных христианина, а в действительности непонятно, что это будет означать. «И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий – мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением Великим». То есть она непосредственно преследовала святых и тех, которые проповедовали веру в Иисус Христа. Почему? Потому что в них она видела своих главных конкурентов, скажем так, потому что это ложная религия, она всегда преследует истинную религию. Однажды мне пришлось беседовать с одним сатанистом, который занимает какое-то положение в сатанинской иерархии, и я задал ему вопрос. А вот когда черные мессы у вас проходят, почему вы на черной мессе переворачиваете крест, ломаете крест? А почему именно христианский крест так ненавистен вам? Почему вы там мусульманский полмесяц не используете, еврейскую шестиконечную звезду не используете, а именно христианский крест? Он ответил, мы очень четко понимаем, кто реально противостоит нашему господину, то есть дьяволу, имея в виду Иисуса Христа, распятого на кресте. Потому что только Христос противостоит дьяволу. Реально. И понимая это, на своих сборищах они издеваются над христианскими символами. И вот эта жена, которая упоена кровью святых, кровью свидетелей Иисусовых, это лже-религия, лже-идеология, господствующая в этом мире антихриста, по-своему универсальная, объединившая всех и вся, и, видя ее, дивился удивлением великим, пишет Иоанн Богослов. Давайте посмотрим, какие объяснения есть у отцов древних Викторин Питавийский, блудница, правители Рима, покорившие многие народы и отступившие от Бога. Ну, Рим чаще в образе Вавилона предстает в Писании. Хотя блудодеяния в Риме были велики, но в нашем понимании блудница противостоит жене, а жена – это символ Девы Марии и Церкви. Так учили очень авторитетные отцы. Также под блудницей понимаются все люди, разрушенные грехом, то есть вступившие в эту структуру, в этот мир Вавилона. На этом настаивает беда достопочтенный. Жена на звере или реальный, или образный Вавилон, то есть в неком движении. Зверь как бы дал себя оседлать этой идеологией, чтобы продвигать ее по миру. Зверь или дьявол обогрен кровью святых. Здесь согласные истолковые докумения Андрей Кисарийский. Зверь – это или дьявол, или народ греха, то есть Вавилон и пустыня – город, наполненный грехом. Это дополнительные истолкования, но они не совпадают с тем, что мы читали ранее. Это Примасий, Цезарь Арский. Головы и рога – символы Рима, который сам – образ всех царств. Любодейный город обречен на погибель. Подводит некий итог Киприан-Карфагенский. Пур-пур – мнимое царство, багреница – нечестие, золото лицемерие. Блудница – мать греха, отступница. И далее мы читаем. «И сказал мне ангел, что ты дивишься, я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее». Вот здесь очень интересно. Она названа женою, хотя ранее она названа блудницей. То есть когда-то она была женой. Но жена – это та, которая имела мужа. Остав блудницей, она потеряла мужа. Так и лжесообщество, секты, всякие расколы, ереси. Да, когда-то эти люди могли принадлежать к церкви и имели жениха Христа. Но когда они отпали от истинной веры, они уже не жена, они блудница. «И сказал мне ангел, что ты дивишься, я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его. И выйдет из бездны, и пойдет в погибель». То есть это все скоротечно пройдет. Был и нет уже. «И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни. От начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». То есть эти люди же будут возлагать на него всю свою надежду, всю упование. Они с энтузиазмом будут продвигать идеологию сатанизма. Иоанн Богослов пишет, здесь ум, имеющий мудрость, то есть надо иметь рассуждение. И мы видим, хотя отцы по-разному рассуждают по поводу этих образов у них, на самом деле одно из толкований не противоречит другому, а одно дополняет другое. «Семь голов – суть, семь гор», а гора – это превозношение, «на которых сидит жена». В одниян богословы прочитывалось, как Рим, который действительно на семи холмах, «и семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть». Вероятно, семь римских императоров, один есть, шестой царствует, теперь число семь символизирует полноту. «И зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи, и пойдет в погибель», то есть были антихристы раньше, «и десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари на один час». А что это значит, если роги – это то, что бодается законом Божьим, а они символизируют еще неких царей, грех, как противоположность праведности, воцарится в этом мире. Вместо десяти заповедей воцарится то, что им противоположно, грехи, противоположные добродетелям. Был такой случай, одна женщина, у нее дочка сатанинская, я беседовал несколько раз, но безрезультатно, но однажды мать приехала ко мне в храм и говорит, такая радость, дочка читает Библию день и ночь, что-то выписывает. Я говорю, вы не радуетесь, вы поймите, зачем она это делает. Через какое-то время мать звонит и говорит, да, вы оказались правы. Я спросила, почему ты читаешь Библию? Она сказала, у меня нет нашей Библии, у них сатанинская Библия. Мне сказали, читай христианскую Библию и делай все наоборот. И вот грех воцаряется. Посмотрите, как лоббируются всякие половые извращения. с каким-то царским достоинством преподносят права каких-то там меньшинств и так далее, и так далее. Но все это на один час. То есть, да, они воцарятся, да, они получат победу, но это не означает, что Господь не сможет рассеять их. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Все делается ради зверя. Они будут вести брань с агнцем, и агнец, то есть Христос, победит их, ибо Он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, то есть со Христом, суть званые и избранные, и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, племена и языки. Помните, мы говорили о том, что образ зверя, выходящего из моря, это образ антихриста, выходящего из мира политики. А вот эти бушующие волны, они как бы показывают на переменчивость политических настроений. Воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, племена и языки. Но в то же время это может быть и реальностью, и аллегорическое истолкование здесь допустимо, потому что особенность слов Божий заключается в такой универсальности, что мы можем применять несколько методов и истолкования, от буквального до аллегорического, символического. И все это будет верно. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее и обнажат. То есть, когда грехи воцарятся, греховная идеология, то и лжецерковь будет не нужна уже, а зачем она? И вот эти роги превознесенные будут терзать уже саму эту блудницу, а зачем она нужна? Если уже там у людей совсем другие приоритеты у них, вообще мысли не осталось о божественных, о божественном никаких, у них просто абсолютно безбожие. И десять рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее и обнажат, то есть, покажут ее все проблемы, раскроют весь компромат на тех представителей ложной религии. Это означает и обнажат, и плоть ее съедят, то есть, имущество, помещение, и сожгут ее в огне, то есть, полному забвению, как прах, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Бог наказывает одних грешников другими грешниками. Одна идеология может быть наказана другой идеологией. Господь такое попускает, и мы действительно видим, что вся история человечества, она по такому принципу и осуществляется. Но Господь знает, к чему все это приведет, потому что Альфа и Омега, начало и конец. И окончание 17-й главы «Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». То есть опять речь идет о неком политическом, военном, религиозном, философском гегемонии, который царствует над всеми земными царями и господствует. А кто царствует над всеми земными царями и господствует? Ну, конечно, дьявол. Помните, мы об этом говорили, когда он Христу предложил «Видишь все царства мира, поклонись мне, я тебе их отдам». Предложить такое может тот, кто уже всем этим обладает. Он кукловодит, у него есть свои задачи, свои цели, но есть замысел Бога относительно этого мира. И есть намерение Бога, чтобы все спаслись и пришли к познанию веры, как сказано в Священном Писании. Бога, 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 Бога,